Добрый день! В этом видео я покажу, как сделать из двух обычных мироблоксов две новых интересных головоломки. Их общее название – Grey Mirror Illusion. Одна будет Siamis, другая – Insight. Нам потребуется два мироблокса одного производителя. Можно сделать из разных цветов, можно из одноцветных. Желательно из цветного пластика, так она будет симпатичнее выглядеть. Но с наклейками тоже можно. Суть модификации заключается в том, что мы часть элементов от одного мироблокса меняем на другую часть элементов от другого. Причем здесь берем самый маленький кубик, здесь наоборот берем как можно более крупные элементы. Если их поменять местами, причем вместе с центрами, а это будет один угол, три ребра и три центра, то получится что-то новое и интересное. Очень удобно, что для изготовления подобных головоломок нам кроме отвертки ничего не пригодится. Никакого клея, никакой наждачки, ножовки, ничего такого. Первым делом снимаем крышечки с трех центров, которые будем переставлять. При необходимости можно ослабить один из центров, чтобы остальные крышечки снять было проще. На мироблоксе есть два типа крышечек. Это вот такие вот от длинных центров и вот такая накладочка от самого короткого центра. Здесь мы выбрали три центра, которые ближе всего друг к другу расположены и между ними самые маленькие элементы. То есть у нас сверху самый тонкий слой и здесь самый маленький уголок. На второй головоломке мы сделаем наоборот. Возьмем самым большим уголком вот сюда и вокруг него откроем три центра. Получается вот такая вот заготовка. Теперь откручиваем полностью эти три винта. и отделяем нужные элементы. При желании оставшейся части мироблокса можно скрепить скотчем, но можно обойтись и без этого. Желательно не перепутать, откуда какой центр был. Понятно, что самый тоненький был сверху, этот спереди, этот сбоку. Я их расположу так, чтобы не перепутались. Ну, если вдруг они у вас перемешались, легко понять по толщине элементов, где какой центр был изначально. Повторяем процедуру на зеленом. При отделении больших центров постарайтесь, чтобы винтик отсюда не выпал, иначе его потом не очень удобно вставлять обратно. Опять я располагаю центр, который сверху здесь, который спереди здесь, и который сбоку здесь, чтобы не перепутать. Для того, чтобы сделать эту уголонку таким образом, как задумал сам Gray Matter, автор этой модификации, нужно не просто переставить местами вот эти два блока, но сделать это с некоторым поворотом. А именно, центр, который здесь был сверху, мы поставим не сверху, а справа. Центр, который был справа, поставим спереди, и который был спереди, поставим сверху. Соответственно, вот этот центр здесь находился сверху, мы его установим здесь справа. Центр, который здесь был справа, мы поставим спереди. Ну и центр, который был спереди, установим сверху. Для второй головоломки мы центры поставим немножко в другом порядке. Если на этот, на крупный, мы ставили то, что было сверху справа, то, что справа спереди, то, что спереди вверх. То есть, как бы повернули их по часовой стрелке. Здесь повернем против часовой. То, что было сверху, этот маленький центр, мы поставим спереди. Вот так вот повернем их. То, что было спереди, мы поставим справа. И то, что было справа, мы поставим сверху. Теперь остается поместить недостающие элементы в головоломки и закрыть крышечки, предварительно настроив винты. К зеленым центрам мы добавляем зеленые детали, ну а к желтым добавим желтые. Здесь сборка интуитивная, куда подходит элемент, туда и ставим. В итоге должно получиться что-то вот такое. Проверяем, что головоломка вращается и закручиваем при необходимости винты, после чего закрываем крышки. Если вы все сделали правильно, то вот эти расстояния, насколько зеленый выступает над желтым, со всех сторон будут одинаковыми. И также, насколько желтый не достает здесь до зеленого, тоже все расстояния будут одинаковыми. Чтобы это получилось, нужно именно в том положении ставить центры, меняя их на этих головоломках. В одном случае мы большие элементы центра вращаем по чистовой стрелке, а наоборот маленькие центры переставляя сюда вращаем против чистовой стрелки. Ну, либо просто повторяйте тот алгоритм, который показал я. Можно так не заморачиваться. Можно просто взять три центра с элементами, как есть, и поменять их местами. В этом случае у вас получится что-то вот такое. Смысл тот же, но не так элегантно. То есть здесь чуть больше, здесь чуть меньше. Да? Как-то непропорционально. Такое тоже можно, но здесь вот взяли справа, направо и поставили. Никаких заморочек. Я изначально сделал одноцветную версию, поскольку она сложнее, и вот на видео как раз собрал двухцветную. Понятно, что Merchbox – это обычный шип-мод комбика 3х3, и поменяв свою форму, он стал лишь немного сложнее. Для двухцветной версии все так и есть. Но если у вас одноцветная версия, то здесь еще возникают псевдопаритеты. Из-за того, что в угловой ломке теперь есть одинаковые углы. К примеру, вот этот уголок точно такой же, как этот, но также есть одинаковые ребра. Так как здесь центры не имеют своей какой-то определенной ориентации, то одинаковые ребра нам здесь не повредят и псевдопаритетов не создадут. Но одинаковые углы приводят к тому, что на верхнем слое может возникнуть такая ситуация, что нужно переставить два угла. В этом случае нужно просто вот такой уголок поменять местами вот с этим и пересобрать верхний слой, ну, либо он сам соберется, если вы используете правильный алгоритм. Аналогично на этой версии. Здесь вот этот большой угол точно такой же, как этот большой. На двухцветных они, соответственно, разных цветов, поэтому псевдопаритетов не возникнет. Такая версия называется Grey Mirror Illusion Siamis, ну, а это, соответственно, Inside. То есть, это похоже на сиамские кубики, а это похоже, что кубик в кубе, внутри. Если перемешать одноцветную версию, то она мало чем будет отличаться от стандартного меркблокса, разве что элементов будет казаться больше. Двухцветная версия, соответственно, будет смотреться посимпатичнее, ну, или поинтереснее просто. Как-то так. Ну, давайте перемешаем еще маленькие. В итоге получаем мы вот такие вот перемешанные состояния, и только если большое расположить рядом с маленьким, видно различия в размере. А так, если смотреть на них по отдельности, то от обычного перемешанного меркблокса отличить трудно. Качество вращения будет, естественно, зависеть от тех меркблоксов, которые я использовала в качестве доноров. Я использовал от Чии, но подойдут любые. Если вы будете брать меркблоксы с наклейками, то в некоторых местах будет виднеться черный пластик, что не очень эстетично, но может быть наоборот кому-то понравится. Сборка этих головоломок имеет некоторые свои особенности, но они не настолько серьезны, чтобы их подробно обсуждать. Возможно, когда-нибудь я сделаю для этого отдельное обучающее видео. А так, очень рекомендую разнообразить свою коллекцию такой достаточно простой модификацией. Два меррорблокса и получаем две новых головоломки. Двухцветная версия покрасивее, одноцветная версия поинтереснее в сборке из-за наличия псевдо-паритетов. А на этом все. Всем спасибо, всем пока.